В городе Попасное, Луганской области, две улицы переименовали в честь бойцов батальона Донбасс, погибших во время освобождения города от пророссийских боевиков. Об этом сообщил координатор Брисцентра антитерротической операции Александр Брединец. Он напомнил, что решение о переименовании улиц Воровского на Пославского, а Пионерское на Николенко, было принято Попаснянским городским советом еще 13 июля. Будущий начальник штаба армии Соединенных Штатов Америки выступает за предоставление Украине летального оружия в Комитете Сената США по вооруженным силам генерал Марк Милли, который номинирован на должность начальника штаба армии США, заявил, что считает Россию самой большой угрозой для США в связи с ее большим ядерным арсеналом и ее очень агрессивным поведением с 2008 года. Глава европейской дипломатии Федерика Магеллини поддержала украинскую инициативу о направлении представителей Евросоюза для мониторинга судебных процессов над украинской летчицей Надеждой Савченко и украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Клинкин. Он отметил, что ЕС разделяет позиции Украины о необходимости немедленного освобождения украинских граждан, которых Россия незаконно удерживает. Москва должна прекратить нарушать их права, подчеркнул Павел Клинкин. Министерство иностранных дел Франции назвало несанкционированной Киевом визит группы французских парламентариев Крым нарушением международного права. С такой позиции в среду выступил официальный представитель французского МИДа Ромен Надалев. Эту поездку он назвал личной инициативой парламентариев. Как сообщалось, группа проработки настроенных французских депутатов собираются поехать в Россию и аннексированный Крым. В то же время МИД Украины предупредил участников этой группы о возможном запрете на въезд на территорию Украины в случае их поездки на временно оккупированный полуостров. Евросоюз официально запустил фонд стратегических инвестиций с бюджетом 350 миллиардов евро. Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнин отметил, что в создании фонда нуждалась вся Европа. Он также выразил уверенность в том, что этот проект станет важным шагом для роста и занятости в Европе. На сегодняшний день 8 из 28 стран ЕС – Германия, Великобритания, Франция, Люксембург, Испания, Польша, Словакия, Болгария – уже объявили о готовности вносить деньги в этот фонд. В рамках проекта «Культурная дипломатия между регионами Украины» в Киевском Украинском доме открылась благотворительная выставка продажа икон, написанных на гонде из церкви святого Юра Владогубича. Когда в этом храме заменялись старый гонт, кровельный материал из дощечек, художники начали писать на нем лики святых. Так родился новый взгляд на сакральное искусство. Большинство работ создал художник Михаил Скуб. Художественный проект гонта – это около 250 аутентичных дощечек разной величины, на которых написаны образы, почитаемых в Украине святых. Николая, Варвара, Екатерина, Георгия, Дмитрия, Пантелеймона, а также святых Агнессы, Аполлонии, Фёдора, Стратилата, Саря Давида и многих других. Вы слушали новости на волнах Всемирной службы радиовещания Украины. С выпуском новостей вас ознакомил Егор Устинов. Оставайтесь с нами. Всемирная служба радиовещания Украины. Следим за новостями вместе. В эфире программа Всемирной службы радиовещания Украины. Нас можно слушать ежедневно с 19 до 23 часов по киевскому времени на частоте 3431 кГц. И с 18 до 22 часов в сети интернет на сайте www.nrtu.gov.ua. В Европе и России слушайте наш респутник Астра-4 на канале Art.UI. Поделиться своими впечатлениями и пожеланиями вы можете написать по адресу Всемирная служба радиовещания Украины, улица Крещатик, 26, Киев, 01-001, Украина. Или по электронной почте russobachka.nrtu.gov.ua. Люди и события. Парты и аналитика. В Украине и в мире. В программе Настоящее время. Здравствуйте. Это Настоящее время. Совместный проект Всемирной службы Национальной радиокомпании Украины и телеканала УТР. В студии Евгения Калайда. 45 минут между прошлым и будущим. Настоящее время. Сегодня хотелось бы поговорить на тему вечную, или философскую, тем более, что повод есть. Буквально на днях завершился Одесский международный кинофестиваль. И чем не повод поговорить об искусстве кино. Второй год подряд этот кинофорум происходит в непростой для страны время. Тем не менее, участники Евгойские прибыли, показы произошли, мастер-классы, лекции состоялись. Наградости нашли своих героев. Но, наверное, как бы нам не хотелось отличить события в Украине и в мире, очевидно, это не совсем получится. И подтверждение этому значительная часть программы кинофестиваля. Но, я думаю, что это не единственное, чем запомнился 6-й Одесский международный кинофестиваль. Об этом, и, наверное, даже более широко о украинском кино, мы сегодня и поговорим с гостем нашей студии. С удовольствием представляю. Это программный консультант Одесского международного кинофестиваля. Киновед, кинофитик, и, может быть, даже, я могла бы сказать, киноактер, потому что это фиес, профиес, географик, Олег Штирик. Здравствуйте. Здравствуйте. И я напоминаю, что с теми версий нашей программы можно состоять на канале УТС. И что у вас не есть, если, ну, естественно, действительно... Да, а вот это не есть, действительно, потому что... Там, ну, где... Даже в рамках фестиваля показали УТС, что не мешает. Открыто, открыто вы же знаете. А что это за фильм, напомните, пожалуйста. Это фильм на главную. На главную... Да, которая в России называется «Питва» за Севастополь. И вы там едете? Да, я там в первых камерах и последующих играю сотрудник американского посольства, который встречает первые леди в Соединенных Штатах в Москве. И вот я на вас смотрю, да, наверное, может быть. Хорошо, что мы все-таки с такой веселой нотой начали. Мне хотелось еще с такого немножко, может быть, даже с провокационного вопроса начать. Ну, все-таки по тому, чем одесский фестиваль лучше московского, да? Ну, вот... Главное, что мы делаем здесь. Да, хорошо. Лучше московского, тем, что он одесский. Потому что Одесса изначально лучше москвой, потому что она уморит. И он в Москве вообще снимает этот фестиваль. Ну, давайте забудем царо этого все-таки. Да, и... нет. И самое главное, я думаю, что он умеет, я говорю о сегодняшнем году. Тем, что на одессском фестивале люди ходят в кино. А мы с остальными, которые мы знаем, не очень ходят. А там, когда меньше людей ходят в кино, там иногда ходят в кино, там иногда ходят в кино, там отлично были все-таки легали. А в этом году у нас, в нашем городе, в нашем городе было 120 птицеловек. Это за эти дни дон? Да, это за эти дни дон? Да, в детстве в детстве. Там где они идут в кино? Там, в детстве? Там, в детстве. А у нас было 120 птицеловек, то есть, что в кино показе и 17 птицеловек. И только это было в фестивальность зала. Ну, если мы говорим, у нас есть уникальные локации в одежде, это показы всего в техниках. Я им говорю, абсолютно уникальные показы по тем, что в целом, это один раз. Но это обязательно не всегда. Абсолютно. Если бы мы хотим, то мы хотим еще поговорить, но это уже не только на нем, но и европейские в целом. Если мы уже сейчас об этом совет. Да, так вот, на потенциальных советников у нас каждый год, у нас есть один показ, и там собираются 15 тысяч человек. Они полностью заполнены люди. А те самые, кроме вот этой самой субботы, когда им есть показы на потенциальных советников, у нас покажем на лендеронах конкурсе, где собираются три тысячи. Так что это уже получается... Да, да, внимание. Ну а все остальное, это у нас в Голмедеем все люди, которые просто покупают билеты. У нас тысячи триста аппетитаций, тысячи лайнеров, это люди, которые отрели, тысячи лайнераппетитаций, и могли ходить на утренние сеансы бесплатно. Ну это профессионалы и нет, это просто люди. Что касается профессионалов, то 700 человек была сферикована в летней киношколе, 700 человек была сферикована по честной киноэндустрии, это профессиональное честное, и 800 человек средств. Так что у нас люди что-то хватает там. То есть у нас люди тут что-то прочитают, и возможно уже подходит потом в фестивале. А вот смотрите, есть такие упреки, да, ну не упреки, я не знаю, какие подколы в сторону Одесского фестиваля, что, ну, он там такой Мисичковый, мол, провинция, там и красная дорожка не такая красная, там и люди не такие. Что вы возразите? Такое вот нежелание, то есть есть подколы? Ну, приходилось, приходилось. Вам подойдет. Ну, вообще странно назвать провинциальной красную дорожку, по которой проходит до резко канцового фестиваля «Тиви Примо», или Дара Нарановская, всемирно известный режиссер, или великим композитор Майкл Найман, или классик мирового кино Джим Шеридан. Ну, я не знаю, что провинциально вот такое красная дорожка. Ну, это, кстати, вот… Просто она красная, я гарантирую. Красная. Ну, это просто вы сейчас даже как-то не предварили, потому что еще, я помню, когда еще только затевался вот первый фестиваль, и сразу он предполагался как международный, и тоже было много скептиков насчет того, что, ну, вот как подтверждаться будет этот статус международного фестиваля, насколько вообще широкое представительство стран, кинематографистов? Это Европа больше или нет? Значит, сегодня фестивале показано 100 фильмов, ровно 100. На самом деле, если быть 100 фильмов, то 190 фильмов. Ну, это, извините, тогда вы же… Ну, потому что я могу объяснить 100 фильмов, потому что один из сеансов, ну, как бы, вот, 100, да, если можно его считать, он состоял из короткометриарных фильма «Братья Гриньера», потому что тот сеанс, который представлял вот тот самый директор «Карканцевого фестиваля» и «Карканцевого фестиваля» и «Карканцевого фестиваля» и там был 98 фильмов. Поэтому, если мы будем читать 7-минутные фильмы «Братья Гриньера», то и получится всего содержится тем. Но сеансов таких фильмов было 100. И эти 100 фильмов представляли 34 страны. Естественно, Украину, Россию, Близнее Зарубежье, Западную Европу, Азию, Израиль, Африку. И если совсем далеко забираться, то Колумбию, Денисуэлу, Аркетину и США, а если с другой стороны далеко забираться, то Японию. Так что можно практически сказать. Вы уже начали говорить о потенком стерилизме. Да. Расскажите. Расскажите обязательно. Это главное и самое яркое событие каждого Одесского фестиваля, начиная с первого. И на первом фестивале, это была совершенно понятная идея, мы на потенком стерилизме показали броненосец Потенкин, что логично, что начиналось сопровождение Одесского симптомического оркестра. Это вызвало такой совершенно потрясающий успех у публики Одесской, что это стало традиционным показом. Он происходит всегда в субботу. Фестиваль всегда открывается в пятницу. А в субботу вечером на потенке стерилизме всегда, каждый год показывается мировая, мимая киноклассика в сопровождении живой музыки. Все предыдущие годы это было «Детский фестивальский оркестер». В этом году было абсолютно уникальное событие. Во-первых, потому что впервые за эти годы был показан украинский фильм. До этого в те годы показывались. А это был фильм «Двиги вертова. Человек с киноаппаратом». Фильм, который был признан в прошлом году для опроса 300 кинокраспионалов «Сухого мира» лучшим документальным фильмом «Все соревнования народа». Вторая уникальность этого показа показа в том, что сопровождал показ фильма впервые не «Одесский фестивальский оркестер», а приглашённый «Акзамбль». «Акзамбль», который называется «Майкл Наймон Бэнт». И, собственно, из его названия... А дикты не отдыхали? Нет, наоборот, они были в частях. В этом году людей надо было бой. Я имею в виду «Синхонический оркестр». Ну, надо дать им тоже отдохнуть немножко, чтобы хоть один год. Да, так вот, и понятно, что этот «Акзамбль» возглавляет руководителем Майкл Наймон, который, собственно, написал партитуру, сопровождающую «Синьи Бегевертова», и которому первому на 6-м Одесском международном фестивале был вручён «Голотой тюк» в «Класс мировой киноискусства». И это был, в основном, уникальный показ. Ну, это невозможно приезжать, для этого там нужно быть. Наверное, поэтому каждый год лестница собирает 15 тысяч человек. Так вот, что ещё уникального в этом году, это то, что в этот самый день, это было 11 июля, на Потёмческой лестнице был официально открыт знак, удостоверяющий, что Потёмческая лестница является сокровищем европейской кинокультуры. Это инициатива Европейской киноакадемии, которая объединяет 3 тысячи кинематографистов по всей Европе, в том числе 14 украинцев туда входят. И в начале этого года Европейская киноакадемия решила, что пока что 5 памятникам архитектуры в Европе будет присвоено вот такое звание – сокровище европейской кинокультуры. То есть, получается, Потёмческая лестница – это одна из 5-ти первых? Да, более того, фактически это был второй памятник, которому было присвоено такое. Потому что первым она вошла в пятёрку, но знак этот был второй. Первый был установлен несколько месяцев назад в центре Инмара-Бергмана в Швеции, на Трилосарио. Второй вот на Потёмкинке Лестнице в Одессе. А ещё три будут установлены в ближайшее время. Один будет установлен на доме Ливера в Лионе. То есть, получается, что Ливера у нас в третьем эпиле? Да, да, да. Потом ещё будет установлен один на потрясающем, совершенно, комплексе, который называется «Мир, помимо Буэра, стенобиль для деталей». Он был установлен, где он, собственно, полил и писал финальный достойный директор. Пятый знак должен быть установлен в Москве на Трилосарио. Но когда это будет сделано, если не понятно? Потому что комплексеатором этой акции из Ливера, вот таких знаков, являлся основатель этой самой генеральной спортивной деятельности истории Новым Клеймом, бывший директор Музея кино, который был включён из этого каста, и, кстати, этому будет подпишен один из фильмов, который показывал, что не фестиваль, который назывался «Цено общественное дело». Документальный фильм, который подпишен в этой ситуации. Поэтому, когда в Москве будет установлен знак на противе модели индустрия, пока мы не знаем. Но мы надеемся, что и будет такой документальный. Да, вот так вот, как-то всё равно, да, всё равно мы касаемся того, что происходит. Но я понимаю, что это неизвестно. Смотрите, Олег, есть «Скан», есть «Берлин», «Бакарна», там огромные там фестивали, там, как-то кажется, фестиваль «Молодость», фильмы. Они уже, да, так сказать, давние всякие фестивали, какие-то у них есть свои черты. И даже, наверное, вот мы знаем, что есть какой-то фильм, вот он «Масштаб от Шканы», а он другой фестиваль. Нет, это не его фестиваль, да. «Скан» сегодня с Олеговского фестивалю. Какое лицо у него есть? Вот он уже приобрёл лицо, и у него всё равно ещё какая-то эклектика, ещё, вот, не знаю, там, что нравится, то и берём. Ну, не совсем, так. Есть такой какой-то, какие критерии? Нет, естественно, первые там, первые годы были с годами поиска, мы пытались найти, как бы, свою нишу. Я думаю, что мы её нашли, и об этом говорят, на самом деле, и все профессионалы, которые приезжают, которые, конечно, зарубежные, и такие зрители. Мы пытались сделать фестиваль, мы не стремились ни тех, кто у нас к фестивалям, так называемых, фестивалям первой ночи, то есть фестивалям, которые показывают мировые фильмы, такие, как Канн, Берлин и Венеция. Потому что, опять же, есть очень плохой пример московского фестиваля, который формально является фестивалем класса А, и, тем образом, в конкурсе он обязан показывать только фильмы, мировые премьеры. Но, фактически, получается, что остаются и мы, насколько говоря... Ну, не те премьеры, да? Ну, уже не те премьеры, да, после трёх больших фестивалей. Мы сознательно от этого отказались. Мы берём фильмы, которые уже были показывать, в том числе все, которые были показываны. Конечно, мы снимем, что у нас были мировые примеры. Естественно, все эти фильмы являются украинскими примерами, то есть у нас показываются фильмы, которые еще никогда не были показываны в Украине. Но самое главное, что мы пытаемся привлечь к фестивалю максимальное количество зрителей. Я недаром начал говорить о количестве посещений. Потому что есть фестиваль, это фенканский фестиваль, это фестиваль для профессионалов. Там невозможно попасть в кино, там нет билетов. Там есть только профессиональная аккредитация. Скажем, Берлин — это жительский фестиваль. Там выстраиваются очень дискасты, обычные студенты, которые покупают билеты и смотрят кино. Но Берлин — это большой город, это столица, понятно, да? Одесса — город поменьше, и, собственно, лето, море, курорт. Значит, надо отдохнуть. Надо отдохнуть. Поэтому, естественно, у нас нет таких масштабов, как у Берлинского фестиваля. Но, в принципе, мы стараемся показывать очень качественное, в кинематографическом смысле, качественное кино, которое будет привлекать максимальное количество зрителей. То есть это то, что мы условно называем, очень условное название, «Арт-мейт-3». Это, понятно, придумано. То есть не совсем массовое, но не такое уж фестивальное. Ну, то есть, грубо говоря, не высокологое, скажем так. Ну да, не так, чтобы заснуть, да? Не так, чтобы заснуть. Вы были программным директором фестиваля, сейчас Вы программный консультант. Ваши личные вкусы, ясно? Вот насколько? Безусловно, безусловно. У нас селекционная комиссия, она состоит как бы из нас. Но Вы можете пропустить фильм, который Вы понимаете, вот он Вам не нравится категорически, но Вы понимаете, что он качественный? Да, безусловно, конечно. Конечно, естественно. И более того, у нас, там совершенно демократично принимается решение. То есть если там героинь, скажем так, из нашей селекционной комиссии фильм нравится, а героинь не нравится, то фильм попадает, скажем так. Кроме того, естественно, каждый из нас думает о том, еще раз повторяю, чтобы это было интересным зрителям. То есть может быть там для меня, скажем, условно говоря, какой-то фильм будет каким-то пастором или стоичным, или ему лично не будет импонироваться, но я понимаю или там предполагаю, что Винкель, а Винкель у нас в основном молодой. Это тоже традиция. В Винкель это будет интересно. Ну и вот, Винкель показывается, естественно. Показывается, пока что в Винкелье не было. Ты чего? Какие фильмы, ни при каких обстоятельствах, не могут попасть на одежду? То есть вообще, Вы готовы делать содержание? У нас нет, они также ничего не верят. Естественно, что если это будет фильм, пропагандирующий человека ненавидничества, то мы его не включим. Вот то есть, вы хотите верить? Да, но это общечеловечески, это понятие, это не пинок остается. Ну, нормальный, нормальный человек, где нет отношений. Все-таки, да, мы понимаем, что сейчас есть ситуации, где мы рады, немножко по-другому, да. Мы все-таки считаем себя, еще раз повторяем, нормальными людьми. Вот мне показалось, или действительно в этом году как-то, ну, мало представлено на России, мне кажется, прошлые годы было больше, ну, не говорю, в прошлый, позапрошлый год, больше России скучно было. Нет, здесь было ровно. Какие? Россия более яркие? Какой? Нет, я думаю, что было в Польше все так же, единственное, что до того, как условились взаимоотношения, мягко говоря, международными странами, у нас была отдельная программа, которая называлась «Новое российское кино». Сейчас ситуация такая, что мы считаем неместным делать такую программу, ну, мне кажется, кто-то упоминал объяснять, но российские фильмы есть госпехтическая программа, абсолютно. Они есть в конкурсе, безусловно, они есть в программе «Фестиваль фестивалей», они есть в программе «Гала премьеры», они есть в программе «Путь в свободе», вот вот самое, о котором я говорил, где показывается документальный фильм о Науме Клеймене, они есть, опять же, в репроспективах, которые представляют какие-то специальные жители, и российские участники, профессионалы участвуют, и журналисты, и кинотехники приезжают. Ну, кто, точно сейчас решается привести в Украину свои творения из российских советов? Да, вот, яркий пример, Алексей Федорченко, который был на фестивале двух, как бы, ипоставь, с одной стороны, он был членом жюри, международного жюри, которое оценивало украинский национальный конкурс, и нас два конкурса, обычно, фестиваль, и национальный конкурс, и национальный украинский. Так вот, Алексей Тудошенко был в составе жюри, которая оценивала работы украинского национального конкурса и одновременно был участником международного конкурса со своим свежим фильмом «Ангелы революции». «Ангелы революции» — это, ну, я, честно говоря, не видела о чем. Потому что у нас, да, на счет революции сразу реагируют. «Ангелы революции» — это фильм, который уже в контексте так бы интересов Алексея Тудошенко, он рассказывает о каких-то проблемах, скажем, малых российских народов на склоне каких-то исторических эпох. «Ангелы революции» в частности основан на фактах исторических, которые очень долгое время замалчивались. Действие его происходило в 1934 году, когда большевистская Россия пыталась окоммунистить российский север. «Ангелы революции» — это народы ханта и манси, что сейчас называется ханта-манси. И дело в том, что влияние как бы революционного красного и большинского давления на них в какой-то момент не вызвало сопротивление хаманов, потому что эти народы находились, находились и находятся, я думаю, до сих пор в другой измерении. И для того, чтобы их как бы попытаться вернуть, сюда были посланы несколько ангелы революции. Это художественные ангелы революции, реальне, это все основные ангелы революции. Спасторы, художники, ангелы революции, искатели, поэты, фильматографисты, они туда приехали, были ритуально убиты, поскольку они очень противоречивали, как бы, кольцовыми существованиями, а вот, не совсем не заходили всех ангелы революции, которые мы спорили в этих фильмах. То есть, вот это реальная ситуация, которая изложена в фильмах. Алексей Николаевиченко, естественно, в абсолютной художественной, в целостной фантастической камеры, и на самом деле этот фильм не может не восприниматься с юридическими программами, но в южной революции, как бы, на ощупь, действительно, не нужно, не хотят быть это специальное понимание, это специальное переключение. А главное, честно, что, ну, остался, наверное, украинский. Да, у нас была, на самом деле, странная, не странная, опять же, показательная ситуация, где он наблюдал, мы измерили. Заставляем с момента конкурса, как он ожидал, и так он, и, как он известный мир, отрицает, а. к.м., в миру, великий процесс, его работ и т.д. А, есть ещё, грантовые фестивали. Какой-то фестиваль, нет офицеров, не официальной политически, то несколько последних лет, и грантовые фестивали, это слово политик, определяет неверие, определяет публика. То есть после каждого реанта зрители диалогтуют, ставят слои оценки на поднавоза кухи, солидная аудиторская фирма был ловит с точки зрения и гарантирует, что он все правильнее. И в результате фильм, который получил максимальные баллы, он собственно получает золотой дюйм, главный с точки зрения. То есть какой-то треугольный демократик. Абсолютно. Так вот, получается, что вот этот самый золотой дюйм, грампы и фестиваля, получился верхний фирм. Да, по мнению изгородного фирма этот фильм был признан как фильм лучшей режиссуры. А вот украинский фильм получил звание лучшего фильма по мнению изгородного фирма и получил золотой дюйм, как лучший фильм, по мнению изгородного фирма и фестиваля. Это действительно два голоса. И два дюйма, а это лучший фильм от Алики Царис. И все-таки так, буквально через несколько секунд мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, говорим о кино, об Одесском кинофестивале. И для всех у нас сегодня программный консультант Одесского международного кинофестиваля Алекс Шпилюк. Вау! В настоящее время актуально из Киева. Мы возвращаемся в студию программы «Настоящее время». Говорим сегодня очень увлекательно, говорим о кино. И очень бы хотелось бы поговорить об украинской программе на Одесском кинофестивале. Потому что, насколько я знаю, сделать там несколько направлений. С длинными, так короткими, так документальными. Вот что, что показывают сегодня украинские режиссеры? Спасибо за вопрос. Во-первых, потому что для нас строительство программы очень важно. Начиная с первого фестиваля. В первых фестивалях не получалось этого фестиваля, когда не было фильмов. Все, стало богу, фильмы есть. Хотя, опять же, есть определенные сложности. Но, все-таки, мы очень довольны. И это было отмечено всеми профессионалами. Уровень строительства программы очень высокий. И, кроме всего прочего, я, кстати, расскажу о программе. Мне надо было показать, что, кроме показа, есть еще профессиональная текция, которая тоже полностью подключена украинскому кино. То есть, это конкурс проектов, так называемых китчин. Это конкурс, который учил, который служащий. Это конкурс, так называемый, work in progress. Это, значит, конкурс фильмов, которые находятся на этапе съемок, которые еще не совершены. Но вот в ближайшее время, вот здесь, где тоже есть конкурс, и лучшему проекту встречается фильм. Это все с помощью воплощения? Нет, это для них не плюс. Ну, допустим, китчингу, то есть, конкурс проектов, это как бы на этапе только сценария и задумки. Вот партнер фестиваля, бюроторская компания YouTube, выдаёт 25 тысяч гривен на развитие проекта. Вот это вот. Если мы говорим о work in progress, когда уже есть, как бы, фильм, то, опять же, партнер фестиваля, МАУ выдаёт билеты на будущие перевозки на съемки или на фестивали и так далее, в размере там 35 долларов. Вот. И я считаю, что очень хорошее бывает, что победили в этом году, действительно, которое служило мне внимание, ярко очень, и я очень надеюсь, что поближало своё внимание, уже ловлюваются в фильме. Что касается, собственно, конкурс эмоционального, самого главного, действительно, в отличие от них. Хорошее время в том, что он состоит у нас из двух частей и эстонометражного, а это у нас состоит из эстонометражного. То есть, главный ключ даёт, или вы, чтобы это эстонометражный, если не валют, он стоит включать. Более того, ослёжая внимание на этот эстонометражный конкурс, то есть, если мы на многих фестивалях, из отечественных фестиваля выявили взрывы федерации финно-ферессии финно-ферессии финно-ферессии. Это мы с вами. Игорь, это когда, изменилось финно-ферессии. Да-да-да, Изначально было предназначено что на одессом фестивале до вести кульки, в этом фармах, окончилось именно именно устроится, в этом конкурсе, где даёт, обычно они зают один пункт. На одессном фестивале они зают два пункта полным разумом, в день и пять правдом разуме. И, естественно, то, что это киноплеск, они пишут, что их издание, и, образом, украинское кино в этом была идея. Мы очень довольны в этом году программой. У нас было шесть полнометражных фильмов и восемнадцать лет полнометражных. И я, честно говоря, был на финальном заседании международного жуи. И это была очень тяжелая работа, потому что они требовали, чтобы они дали дополнительные кризисы, потому что они хотели отметить больше и больше фильмов. То есть качество очень высокое вновь не будет. Что для нас очень приятно, и это наше признательное решение было, два фильма по министрации украинского национального конкурса одновременно принимали участие международного конкурса. Ну, и то, что даже приятно. Ну, да, и то, что многие. Что еще характерно, что вот из этих шести полнометражных фильмов было три небольшие фильма и три документальные. Я думаю, что, с одной стороны, это показатель того, что, к сожалению, в прошлом году, по понятным причинам, причет его символтирования украинского кино со стороны государства, и многие проекты, которые должны были быть готовы уже к лету, они, к сожалению, были приостановлены, затормозились. Я знаю, что вот некоторые только сейчас закончили съемки, некоторые вообще не понятно когда, но вот. Я надеюсь, что будет нормально в конце года. В любом случае, даже символа у нас было мало, но слава Богу, позрели три очень хорошие документальные фильмы национальные праздники, совершенно разные, очень яркие, которые уже были отмечены на разных фестивалях, не забыли, что некоторые только-только будут, как я надеюсь отмечу. Но это, я думаю, очень характерный показатель, что внимание slide-разистов своих искусствов обращено на актуальные проблемы наши. Снимая ли о немынешних событиях в стране, вот о... А также, например, в стране, Когда оранжевый вырос, было очень ярко, если быть в жизни страны. И у нас до сих пор тогда, ну, там, сколько-то, ну, два-три фильма, мы здесь не помнят разность, а с них могли быть. Не знаю, ну, как-то, что это сложилось бы. Но дневничные события, Майданы, война, вот, и вы есть какое-то отражение в кино? Есть, есть, есть отражение. Мне, к сожалению, все, что касается Майдана, допустим, у нас было очень много фирменных исследований, но в то время они все не много одинаковые. Ну, вот, как-то, повторяю, ничего нового, как бы, не дешево. Да-да, но на это, это, что может все заходить. Несколько, сказать, что-то яркое, мы, естественно, это показываем, я не люблю, допустим, фирм, Но Uina seg onically up, OK, вы не さuing реально полностью посолить от Майдана. Он заказывает Вма сейчас в кольчане, вextir rendered women'sБhnut. Конечно, в Prim arrowlewood ahí ездит. Может быть, когдаundi Xeroz se выдарили 시� MS W Nickyren, в господ committee подъемли деле его можно лазить меры и dice ни у Анатолия Мастерская «느цкос», как в том числе, что не на сфере не связано с там, с того числе, с той же мировой страны. Но, специально, тот, что в том числе будет, когда в результате, в том числе, 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 в том числе. Ну, я думаю, понятно, все это, откуда то, что-то с такой интерес, как это вообще. Хотя они, в том числе, как бы, Отстраняются, не дают ни таких признаков того, что это сейчас в Украине, допустим, не ходать, чтобы это было. Ну, не действует влог, да? Да, да, да. Это только тема нынешних событий. Она интересна только нашим кинематографистам? Или есть интересы стороны зарубежных? Есть интерес. Безусловно, есть интерес. И многие, допустим, у вас показываются в фильме «Усть и Пятел», который получил кризис в Адак-Сандринске. Это такой более сложный такой космологический филляр на то, что переходило в время Чернобыля, там вот лучше в Стойготе, и как это переходит в нынешнее наше время и событие Майдана. Ну, и точно так же, там, допустим, режиссеры из других стран, один из очень ярких фильмов, который был второй вот в этом «Усть и Пятел» и, если первое место получилось сделать, то на втором месте, и большим отрывом, был фильм «Сердко-Хорватский», который называется «Зимир». И это очень показательно, потому что, во-первых, это копродукция двух стран, которые, как мы знаем, находились в состоянии двухстучайшей войны, да, и это фильм, который, как говорили сами авторы, я думаю, если так оно и есть, если вспоминать, что сейчас происходит, как бы, вот кино этого региона, но, пожалуй, это первый фильм, который рефлексирует не на тему войны или там преодоление войны или рам по-твоему, а говорит о том, каким образом можно избежать вот этого конфликта или рамок конфликта, и оказывается, что единственное спасение является любовь. Это фильм «Любви», действие советское, которое происходит в 1991 году, день начала войны, через 10 лет, когда война закончилась, но все еще очень больно, и в 2011 году, когда все еще остаются какие-то шрамы, но уже есть надежда, что любой победитель не может. Возможно. Вы говорите о том, что есть интересная система, в том числе об украинской программе. А вы что делаете? Да? 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 Да, 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 я понимаю, о чем вы говорите. Значит, ну, во-первых, у нас есть четкая гала премьеры, где, собственно, показываются фильмы, которые либо вот-вот уже сейчас выходят в крокад, либо выйдут в крокад, бежащие ниже страны. Что касается фильма «Победителей», то, повторяю, это премьеры на территории Украины. Но, по-прежнему, я уже практически уверен, куплены украинскими депринами, в частности, у меня есть, если бы, например, этот фильм, который получил «Золотого Дика», по-прежнему фильму «Мустан», он уже куплен украинским депринам, но, конечно, надеюсь, что очень жило его увидят в делительных украинских кинотеатрах. То есть, на самом деле, я уверен, что увидят украинские фильмы, безусловно, и тот же «Капсун», и фильм «Украинский депринам», который получил призму «Золотого Дика» из украинской международной программы. Это фильм производства телеканала «11.1». Значит, мы можем, я думаю, что мы можем быть абсолютно уверены, что он будет показывать все же каналы, и понятно, да, если канал был произвел. Вот произвел, да, показали. А с ним, получается, ведь огромное количество людей, это разнообразно. Матвый зритель даже, может, не знать или не рисковал. Да, естественно, но вот есть так. Хотя они достали того, что вы... Для этого, собственно, я нахожусь у вас в соцсетях, мне кажется, для того, что массовый зритель услышал какие-то имена. И Девы Неймана — это третий фильм. И два предыдущих фильмов были, и они были, может быть, в очень ограниченном прокате. Вот мне почему эти ограниченные прокаты? Потому что, к сожалению, украинский зритель еще не подготовлен к тому, чтобы идти в кино и смотреть... 27 тысяч, да, вы говорите, сходили? На фестиваль, потому что... А фестивальная публика — это фестивальная публика. А публика, которая ходит с мультиплексой, жует попкорн, запивает его кока-колой, и которой нужно, чтобы с экрана просто двигались какие-то мультяшные герои 3D, а она, к сожалению, не интересуется. Вот в чем дело. И даже мы на нее не рассчитываем. Мы рассчитываем на тех, кто услышит то, о чем мы сейчас говорим, и, может быть, заинтересуется, что есть другое кино. Ну, все-таки массовое кино тоже где-то как-то нужно, да? Да, вот... У нас есть массовое, вот мы упоминали, мы начинали разговор. Мы, главное, вполне хорошие, кассовые результаты. Были вы там снимали? Ну, это ниже этого. Но, тем не менее, вполне достойный, как бы... Вот этот в России, он там... В смысле, в Украине, он и не отбил затраты, но общий прокат по всему миру, он проданил за углом на этом стране, то есть мы не будем знать об этом на Украине. Ну, надо воспитывать, надо... Увы, это долгий процесс, что не хватает в жалах для того, чтобы показывать это инфекцию кино, потому что иначальные фильмы были обеспечены, как, там, тайны, перекладные, так тайны. Показывали... Одни недели, вторые недели. А через неделю для обеспечения, если ты, 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 я, ты, 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 ты. Я просто хочу, чтобы показывать нашу полуку, что-то, но... Просто серьезно, но правда, что-то следует... Это тема, где абсолютно отдельно зарčевала. Ну, как, я могу, если какой-то, какой-то наделал диктюраль, что хотя бы той публике, что-то вот я все сказал, что два таких... посетение, это все-таки, я говорю, что меньше людей, но людей там было достаточно, но вот они в том числе интересуются, и я, честно говоря, никогда бы не поверил, людей, наверное, не поверил это, если вы увидели, мы показывали, конечно, эти синхронные фильмы, включали на кусок места, нам чуть не сломали двери, потому что 100 человек не смогли попасть на показ. У нас не так много времени, а еще одну тему хотя бы вспомнить, сегодня хотелось бы, потому что есть еще один режиссер, о котором, наверное, массовый зритель не очень много знает, именно как о режиссере, а, наверное, должен бы знать больше, я говорю о комчании Олеги Сенцове, сегодня в Ростове, да, нашелся процесс во время фестиваля, ну, я так, не знаю, как это назвать, акция солидарности, наверное, была проведена, вот скажите, здесь, с практической точки зрения, что могут такие акции дать? Я понимаю, что вы не можете молчать, я думаю, что единственное, что хотите сказать, это капля камень торчит. Ну, когда на Канцовом фестивале каждый показ в честь двухнедельных фестиваля начинается с призыва освободителя Дага Сенцова, когда 13 июля, в день рождения Дага Сенцова, каждый показ на Одессском фестивале предваряется призывом освободителя Дага Сенцова, когда члены международного жюри, прежде чем вручить приз со сцены, обращаются лично к инвиденту Кутизу с требованием освободить Олега Сенцова, в том числе и российские режиссеры обращаются к Дага Сенцову. Я думаю, что это все постепенно, ну, понятно, что мы ничего с этой машиной, с Молохом этим делать не сможем, но может какая-то шестеренка, в принципе, даже бой. Ну, вот вы знаете, да, лично знаете Дага Сенцова? Да, мы знакомы, мы достаточно близко знакомы, и благодаря Одессскому фестивалю, и другим фестивалям, я знаю все его проекты, и следил за тем, как развивались его проекты, и мы очень надеемся, что вот и тот, который он собирался выпускать, будет готов, но мы с ним все еще надеемся, что будет нормально, потому что проект есть, Олег, пол-11, что я знаю, он очень есть. Что мне дает всем как-то успех? Ну, нам, к сожалению, не дает. Нет, ну, что-то готовится к этому, к этому. Это информация от его знакомства, от его оборудовательства, которые еще и контакты, и, тем не менее, коллеги и кем-то на предыдущие делаются, и там огромный документальный проект, которые были на предыдущие Олега Сенцова, и они за время Одессского фестиваля, они для этого проекта брали интервью, почти все детей, и не в Суббук, как бы, ну, предпризывом освободить его выступили все вообще, ведущие кем-то противописи мира. Но мне надеемся, что это с каким-то вопросом... Когда-то ведь была похожая ситуация, Параган опять же съел, но именно благодаря тому, что... Его значи, куда выступили мировые интеллектуалы, его в таком случае выпустили. Ну, понятно, что на это для этого нет надежды, но у нас есть надежда. Ну, буквально, вот, да, просто хочется пожелать, чтобы... Ваши надежды оправдались, и действительно, на следующем, возможно, уже в Одессском фестивале увидели новые фильмы Олега Сенцова. Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо. На этом, к сожалению, мы прощаемся, хотя, надеюсь, у нас все будут в третьем эфире. Это была программа «Настоящая Врина», совместный проект Всемирной службы национальной радиокомпании Украины и телеканала УТР. Принимал участие в ней программный консультант Агентства международного кинофестиваля Олег Шпилюк. Провела программу Евгения Калайда. Мира и добра всем нам! Люди и события, факты и аналитики В Украине и мире В программе «Настоящее Время» На волнах телеканала службы радиовещания Украины «Настоящее Время» на Майдане Конго, Карпак и Периско «Янне Мэ». Совместная композиция посвящена памяти Андрея Лабаби Лизера и Лизерс-Торта, который ушел из жизни в югородах в Англии. Музыканты планировали все экспертесные вместе с Андреевом, что это чудо, и, к сожалению, в югородах в югородах. Тем не менее, друзья решили, что у него самочный альбом, который планировал записать Лизер и Лизерс-Торта, должны быть, что именно акцентричны, реалистичны и в югородах акцентричны. Реклеры в лучшую и еще информацию. А мы предполагаем конди «Видать волненность». Своим успешным. Большое. Огнение. Большое. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дом побило, стекла побило на доме, шитер тоже немножко побило. Я сильно переживала за детей в области, в устрое, в устрое, в устрое, в устрое. Я в устрое, в устрое, в устрое, в устрое, в устрое, в устрое. И молила Бога, что этого не было. Как хочется мира. Патриотический автопробег устроили жители Дзержинска на Доничине. Отмечаю таким образом годовщину освобождения города с пророссийских боевиков в группировке ДНР. Кроме автопробега, жители города провели праздничный концерт, на котором со сцены читали украинские стихи и поздравляли украинских бойцов. Напомню, 22 июля прошлого года украинская армия полностью освободила город Дзержинска. Террористы жестоко сопротивлялись, на прощание даже взорвали городскую госадминистрацию. Украина обнародовала очередные инициативы по мирному регулированию ситуации на Донбассе. Соответствующие предложения были поддержаны другими сторонами переговоров в рамках работы контактной группы в Минске. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, представляя сегодня общественному активу Уганщины, нового руководителя областной военно-гражданской администрации. Я поручил членам трехсторонней контактной группы от Украины и немедленно подписать СБСЕ и с российской стороной, являющимся участником трехсторонней контактной группы, соглашение, гарантирующее создание 30-ти километровой буферной зоны вдоль линии столкновения. Отнести оставшуюся артиллерию, отнести танки, отнести минометы и сделать невозможные постоянные обстрелы. И сделать все, чтобы в Северодонецке, Рубежном, Лосичанске, Попасной не был слышен грохот, канонады и наши дипломатические усилия закончились успехом. Петр Порошенко также подчеркнул, что специфика Донбасса, а также как специфика других регионов, будет учтена в ходе конституционной реформы. А вот по вам Донбасс, если будет украинским, он будет свободно говорить и на украинском, и на русском языке, а местные общины края в рамках реформы по децентрализации получат дополнительные права и финансовые возможности. Таким образом, по словам президента Украины, особенности каждого региона страны будут учтены. Он также назвал Киев столицей мира, а Москву столицей войны.